Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, как похудеть и улучшить самочувствие в праздничные дни. Приближается сезон праздников, и многие из нас хотят не только влезть в свое любимое красивое платье, но также и сохранить прекрасное самочувствие во время и после праздничных застолий. Сейчас мы обсудим правила, которые позволят удержать нормальный вес, удержать сахар крови во время праздничных дней. Первое, это, конечно же, питание. Все мы понимаем, что праздники это сезон читингов, то есть сезон осознанных нарушений диеты. Да, многие из нас любят салатики, салат оливье, селедку под шубой. Многие любят тортики, пироженки, мандаринки, которые, конечно же, встречаются за новогодним столом. Что самое важное? Самое важное, это отличать читинг, осознанное нарушение диеты, от полноценного срыва с диеты, когда мы уходим в неконтролируемый зажор и съедаем просто неадекватное количество вредной еды. Что такое читинг? Читинг это одно вредное блюдо за праздничным столом, которое мы съедаем после полноценного полезного приема пищи. То есть сначала мы съедаем полезную еду, будь то кусочек рыбки с овощным салатом, либо же запеченное мясо и пюре из цветной капусты, либо же запеченное курочкой тушеные низкоуглеводные овощи. То есть, как обычно, сначала у нас идет белок и клетчатка, и только после этого у нас идет наш вредный любимый десерт, либо же жирный майонезный салат. Это правило читинга. Сначала белок, клетчатка, дальше вредный продукт. Если у нас стоит диагноз сахарный диабет, либо преддиабет, то углеводы, особенно если это нарушение быстрыми углеводами, то есть мы все-таки не удержались и съели кусочек тортика, мы отрабатываем физнагрузкой. То есть поднялся сахар в крови после десерта, либо же после нескольких мандаринок, и мы этот сахар снижаем физнагрузкой. Либо пошли на прогулку, пошли запускать фейерверки, либо ходим, крутим кара-хароводы, либо танцуем, либо играем в подвижные игры с детьми, то есть двигаемся. Движение прекрасно снижает уровень сахара крови. И, конечно же, правило читинга, то есть одно вредное блюдо за одно застолье мы соблюдаем. Следующее это алкоголь. В отношении алкоголя работает правило лучше-меньше, да лучше. То есть, а, выбираем качественный алкоголь, б, выбираем не сладкий алкоголь. Это правило касается хоть снижения веса, хоть инсулинорезистентности, хоть диабета. Почему? Потому что если мы берем сладкий алкоголь, сладкое вино, сладкое шампанское, ликеры, коктейли с сахаром, либо же пиво, которое тоже повышает сахар. Сначала идет резкий скачок сахара, а дальше падение сахара. И вот этот вот пик, он нам не нужен. Поэтому мы сразу выбираем либо сухое вино, сухое шампанское, либо же крепкий несладкий алкоголь, то есть водка, коньяк, либо же виски. То есть, на несладком алкоголе у нас просто будет снижение сахара. Поэтому те пациенты, кто получают инсулины, либо сильные сахароснижающие препараты, к порции алкоголя добавляем одну хлебную единичку медленными углеводами. То есть, к примеру, выпили рюмочку коньяка и заели ее бутербродом черный хлеб плюс слабосоленая рыбка, дабы сахар не упал. И те пациенты, кто получают сильные препараты, обсуждаем с лечащим врачом, можно ли вам алкоголь и сколько алкоголя можно. Потому как некоторые препараты несовместимы с алкоголем. То есть, некоторые препараты в алкогольную ночь нужно пропустить. В первую очередь, это касается группы метформина, сиафор, глюкофаж. Их мы пропускаем, если мы планируем позволить себе один-два бокальчика шампанского, либо же одну-две порции крепкого алкоголя. И, конечно же, помним про умеренность, дабы все-таки не получить гипогликемию, то есть не уронить сахар. Следующее, это водный режим. Есть стандартные правила в отношении водного режима. Средняя потребность взрослого человека в жидкости 30-40 мл в сутки на килограмм идеального веса. Это касается всей жидкости. Чай, кофе, вода, суп, сок и так далее. То есть, в среднем 2,5-3 литра в сутки жидкости нам получать нужно. Если мы рассматриваем чистую воду, то чистая вода должна составлять минимум 50% от всей принятой жидкости в течение суток. То есть, 1-1,5 литра чистой воды в сутки нам нужно принимать, равномерно распределяем эту чистую воду в течение дня и, собственно, ежедневно соблюдаем водный режим. И важно, что правила водного режима также применимы и за праздничным столом. То есть, у нас идет застолье, у нас стоит какой-то выбранный нами напиток, будь то томатный сок, который мало влияет на сахар и навес, либо же сухое шампанское. И рядом в стаканчике у нас стоит чистая вода. То есть, мы сделали глоток нашего праздничного напитка, посидели, пообщались и дальше мы делаем глоток. То есть, мы чередуем вкусный праздничный напиток с чистой водой. Это позволит, во-первых, уменьшить употребление вредных напитков, во-вторых, это очень благоприятно для почек и для печени. Следующее, что нам поможет подготовиться к Новому году и легче пережить праздничные застолья, это натуральные природные сорбенты. Сегодня мы поговорим про органический сорбент Экоэлемент. Он состоит из высоко- и низкомолекулярных полимеров аминосахаров хитозана. Сорбент безопасен, то есть, он разрешен даже для беременных женщин и для маленьких деток с трех лет. Чем полезен сорбент Экоэлемент? Он улучшает обмен веществ, улучшает микробиоту кишечника и полезен при снижении веса и при лечении диабета. Он улучшает работу почек и способствует снижению уровня мочевой кислоты. Он сорбирует средние высокомолекулярные токсины, выводит соли тяжелых металлов. Он полезен в качестве детоксикации после того, как мы злоупотребляли алкоголем, либо вредной едой. Кроме того, данный сорбент полезен при запорах, то есть Экоэлемент, в отличие от многих других сорбентов, улучшает моторику кишечника, то есть у нас регулярный стул. Почему? Потому что многие сорбенты дают запоры. Важное преимущество Экоэлемента в том, что он не только не дает запоров, он наоборот улучшает моторику кишечника у тех людей, у кого изначально были запоры. Жидкого стула тут тоже нет. То есть здесь именно восстановление нормальной работы кишечника. Следующее преимущество в том, что полезен при язвах и гастритах, то есть он обволакивает слизистую желудка, улучшает работу печени и является гепатопротектором. Кроме того, Экоэлемент полезен для иммунной системы, то есть он стимулирует выработку интерлекина-1, Т-хелперов, макрофагов, то есть является иммуномодулятором и полезен в сезон простудных и вирусных заболеваний, как в качестве профилактика, так и в качестве одного из компонентов терапии вирусных и простудных заболеваний. Средний курс приема данного сорбента 20 дней приобрести можно на сайте производителя по промокоду Павлова будет скидка 5%. Если мы говорим о весе и о сахаре крови во время и после праздничных дней, то нам важно помнить о трех китах здоровья. Первое – это диета, второе – это медикаменты, и третье – это физнагрузки. Если мы даем слабину в чем-то одном, то есть в диете мы делаем нарушения, соблазняемся читингами, где-то десерт, где-то салатик проскочил, то мы акцентируем внимание на медикаментах, которые помогут нашему организму пережить данные нарушения, и, конечно же, мы добавляем физнагрузки. Именно такая комбинация позволит как снизить вес в праздничные дни, так и удержать нормальный сахар крови и после праздников чувствовать себя просто прекрасно. Будьте здоровы!